В будущем возможна только одна Сирия. Д. Марьянович Адванчи, Хорватия. 5 июня 2018 года. Не секрет, что в связи с ситуацией в Сирии между Россией и Израилем налажено определенное сотрудничество. Фактически это было очевидно уже несколько раз. Вспомним хотя бы то, что Россия никогда, по крайней мере в резких выражениях, не критиковала израильские нападения на территорию Сирии. Однако вместе с тем Россия постоянно и громко отстаивает целостность и суверенитет полноправного члена ООН Сирии, когда речь заходит о других, прежде всего американских, нападениях на эту страну. Для Сирии, точнее для власти в Дамаске, подобная позиция не лучший вариант, поскольку на протяжении долгого времени сирийское руководство увидело в Израиле главного врага. Не только из-за палестинского вопроса, который по-своему связан с любым ответвлением арабского национализма, но и потому, что Израиль отобрал кусок территории у самой Сирии, часть голландских высот. Сирия считала Израиль врагом тогда и сегодня только утвердилась в своем отношении. Вместе с тем Сирия превратилась из некогда весьма сильного и значимого государства на Ближнем Востоке, с чьим мнением приходилось считаться, в страну, чью жизнеспособность поддерживают российские аппараты. Всем, кто объективно следил за этой многолетней войной, ясно, что сирийского государства и сирийской армии уже не было бы, если бы не активное вмешательство России для их выживания. Сирийские власти очень хорошо это осознают, но при этом также понимают, что последнее слово будет не за ними, а за россиянами. Союзы представляют для Сирии проблему, которая может обостриться, особенно если два ее основных союзника, Россия и Иран, начнут все больше расходиться во мнениях. Конечно, Сирия не в том положении, чтобы к одному из них повернуться спиной, да она этого и не хочет делать. Тем не менее в скором времени, как ожидается, ей придется сделать выбор или позволить выбрать за себя. После завершения чирийской войны возможно несколько сирий. Та, в которой у власти стоят исламисты, сегодня уже есть все основания на это надеяться, исключено. Так что по сути остаются еще две, Сирия под влиянием России, и Сирия под влиянием Ирана. Если бы Сирию спросили, то она пожелала бы стать частью некой будущей оси сопротивления тем, кто причинил ей столько бед и страданий. Но, судя по всему, такой оси не будет, поскольку подобного рода сотрудничество между Москвой и Тегераном явно не рассматривается. Сирия под российским влиянием. Это Сирия, которая могла бы походить на Украину в старые добрые для России времена, когда у власти стоял Виктор Янукович и занимал лояльную позицию. Как и на Украине, в такой Сирии будет тихо тлеть антироссийский элемент, то есть все побежденные силы и те, кто находятся под влиянием этих побежденных сил. На какое-то время они смирятся и затыдятся, но вопрос, надолго ли? Сирия под иранским влиянием стала бы частью масштабного иранского проекта, который, в отличие от практичного российского, обладает выраженным идеологическим компонентом. Речь идет уже о бастионе военного сопротивления сионистским и другим режимам и расширении территории в духе Хизбаллы значительно дальше, чем возвышенности Южного Ливана. Не стоит отдельно говорить о том, какой вариант при необходимости выберет Израиль. Собственно, он уже сделал свой выбор, решив пользу осада, хорошо знакомого врага, который под российской ответственностью исправится и не станет причинять проблем. Но что тогда делать с иранскими силами, которые пользуются довольно большим влиянием на территории самой Сирии и на ее полях сражений? Их нужно либо изгнать, либо уничтожить. И если судить по последней информации, поступающей из Израиля, Россия дала зеленый свет на их уничтожение. Источник – израильское издание Харец. Аарец – одно из серьезнейших СМИ, которое не берется утверждать что-то голословно. В отличие от других, кто гонится за сенсацией, в статье, которая была опубликована 1 июня 2018 года, говорится, что Израиль якобы получил зеленый свет на удары по иранским целям в Сирии, если они не угрожают сирийскому режиму. Эта информация появилась якобы после недавнего телефонного разговора между российским президентом Владимиром Путиным и премьер-министром Израиля Бенемином Нетаньяху, а также после того, как в Москве состоялась встреча министра обороны РФ Сергея Шойгу и его израильского коллеги Авигдора Либермана. Арабское издание Аш-Шарк-Аляусад, Аш-Шарк-Аляусадь, выходящее в Лондоне, пишет, что Израиль и Россия достигли договоренности относительно вывода иранских сил из Южной Сирии. Якобы эту информацию подтвердили российские и израильские официальные лица, правда не названные. О какой договоренности идет речь? Как я уже отметил, Израиль может получить от России право атаковать позиции иранских сил в Сирии. Россия в это не вмешивалась бы, как было до сих пор. Согласно некоторым источникам, Россия и Израиль даже разделяют мнение о том, что иранские силы нужно устранить. Для значимых игроков, таких как Россия, Израиль, а также США, отстранение Ирана от сирийского дела явно является главной предпосылкой для будущего политического решения. Решено, что Иран проводит сектантскую политику и совершенно не совместим не с одним из будущих компромиссных решений относительно Сирии. Согласно некоторым российским источникам, иранские силы Хизбалла должны выйти из Южной Сирии, и их на данной территории близ израильской границы сменят российские войска. Местные антиправительственные группировки тоже должны сложить оружие. Разумеется, громких официальных заявлений никто не делает, однако после встречи с Шойгу в Москве израильский министр Либерман написал в своем твиттере, «Государство Израиль высоко оценит, что Россия понимает обеспокоенность Израиля в связи с рисками для его безопасности и в особенности ситуации на северной границе». Мы продолжим диалог с Россией по этим вопросам. В начале прошлой недели российский министр иностранных дел Сергей Лавров отметил, что только сирийские правительственные силы могут присутствовать на юге страны. Но в Израиле его слова истолковали как поддержку израильской позиции. Таким образом, Ирану ставит своеобразный ультиматум, вынуждая вывести свои силы. Сделает ли он это? Возможно, да, если поймет, что у него нет выбора. В конечном счете такое развитие ситуации можно назвать важной и довольной большой израильской победой. Почему? Потому что, нанеся масштабный удар по Сирии 10 мая, Израиль дал понять России, что может свергнуть лояльного Есада, если пожелает. И не только свергнуть, но и лишить жизни. Кто-то истолкует сложившуюся ситуацию как подтверждение по-настоящему хороших отношений между Россией и Израилем. Они действительно таковы, однако в данном случае речь идет о непосредственном израильском давлении на Россию, с помощью которого добиваются желаемого. Поэтому Россия быстро изменила стиль игры, бросив Иран на произвол судьбы и сосредоточившись на собственных интересах в Сирии. С точки зрения геополитических интересов, это разумно и даже было ожидаемо, о подобном развитии событий мы писали еще два года назад. Но, с другой стороны, Россия должна задаться вопросом, насколько велик тот риск, на который она идет. Кто гарантирует россиянам, что после вывода иранских и проиранских сил из Сирии, которые внесли большой вклад в борьбу с экстремистами, когда Сирия ослабнет, вдруг не будет нанесен удар по Дамаску, и президентский дворец не сравняют с землей. Россия должна осознавать, что все это не партия в шахматы. Хотя, конечно, ведется мыслительная игра, но она сложна и в ней несколько игроков. Потеряв Иран, Россия теряет союзника, а Израиль – нет, ведь американские войска остаются в Сирии и, судя по заявлениям, обосновались там надолго. Когда наступит подходящий момент, они попытаются переломить ситуацию и выбросить Россию из игры, и тогда Россия может остро ощутить нехватку дружественных игроков в регионе.